В каждом тексте ставится в соответствии вектор частотности его суммы. Первом и втором тексте поставлен в соответствии вектор 4, 4, 15, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0 и так далее. Вот это мой вопрос. И вот наша задача состоит в том, чтобы научиться измерять состояние между такими вот векторами числа. Эта задача можно математически разными способами. Один из способов нам уже был предложен. В этот способ мы возьмем два таких ряда чисел, вычтем один ряд чисел из другого ряда чисел, и получим соответствующее число второго ряда числа, и получим какую-то разницу, получим какой-то набор разниц. Например, если у нас были частоты, давайте возьмем пример. Давайте сравним первый и второй комплекс. 0, 7, 0, что-то там, 4, 4, 0, 7, 0, 0, 4, 4, 15, 0. Давайте я, пока ограничу этими четырьмя чиселами, я попробую вычесть правую славу и получу разность. Разность 0, 0, 4, минус 4, 7, минус 4, 3, 0, минус 15, минус 15, 0, минус 0, 0. Ну, если я хочу меру расстояния, то мне, наверное, хорошо было бы получить какое-то одно число, но как есть у этого получить одно число? Сумма модулей. Отличная идея. Сумма модулей получится здесь 4 плюс 3 плюс 15 плюс 1. Получается, что расстояние между первым и вторым корпусом составляет 22. Почему тогда равно расстояние между первым и третьим комплексом, который будет по четырех словам? С1, С2, С3 у нас 5, 0, 0, 5. 5 плюс 7 плюс 0 плюс 5. Получается 17. Здесь у нас получилось 22. Между первым и третьим у нас получается 17. Между вторым и третьим 1 плюс 4 плюс 15 плюс 5. Получается 25 между вторым и третьим. Тем самым мы с вами только что сделали именно тот вывод, который нам хотелось сделать означать. Мы интуитивно сказали, что первый текст ближе всего в третьем тексте. И действительно, посмотрев на частоту этих четырех слов, мы получили количество на оценку этой близости. Мы получили расстояние между первым и третьим текстом равно 17, между первым и вторым текстом 27, между вторым и третьим текстом равно 25. То есть мы с вами научились тем самым измерять расстояние между текстами, например, таким образом. Но это не единственный возможный способ измерения расстояния между первым текстом. Потому что, как я говорю, здесь есть много разных математических ролик идей, которые могут стоять за измерением таких расстоянных. Вот у нас есть ряд из 37 часов. В каждом корпусе есть ряд из 37 часов. В принципе, мы можем сделать очень простую вещь. Мы можем представить эти корпуса текстом, эти тексты, как точки в 37 мерном пространстве. И тогда перед нами открываются прекрасные возможности. Потому что мерить расстояние между точками в пространстве мы уж точно умеем. Это уж точно простая вещь. Но мерить расстояние можно разными способами. Самая известная нам мера – это так называемое эвклидово расстояние. Когда мы обычно говорим про расстояние на пространство, мы говорим именно про эвклидовое расстояние. То есть мы говорим про расстояние между точками, которое равно линии отрезка, проведённого между этими двумятками, отрезка прямой и приведённого этими двумятками. И вот эта одна из распространённых, Я не знаю, что здесь полезно думать. Ещё одна мера. Давайте я геометически изобразую в этом состоянии. Я буду загружать двумерное пространство. 37 мер, но я не умею изображать, как вы понимаете. Пока будем считать, что у нас векторы с двумя координатами. Векторы из двух чисел. Пусть здесь есть точка А. Давайте закрывать сейчас. Здесь одна точка с координатами, допустим, будет, например, 3, 3, и у меня есть точка B в координатой, например, 7, точка А, 3, 3, и точка B в координатой, например, 7. Числа, которая здесь неслучайно. Чему равно расстояние A на B? 5. 5, правильно. Мы понимаем, что вот так вот мы получаем треугольный треугольник с координатами 3 и 4. И, соответственно, гипотеноза его равна 5. Но это одна возможность отмерять расстояние. Вторая возможность отмерять расстояние — это так называемое манхэттенское расстояние. Чем манхэттенское расстояние отличается от имплитров? Манхэттенское расстояние — это такое расстояние, которое мы получаем, если нам позволено ходить из точки в точку только вдоль оси. То есть если мне позволено дойти вот так, то это и длинное расстояние. Если мне позволено ходить только вот так и вот так, то это манхэттенское расстояние. Оно в данном случае равно в субе длинных средств 3 плюс 4, получается манхэттенское расстояние равно 7. Почему оно называется манхэттенсом, как вы думаете? Потому что в Манхэттене все кварталы квадратные. Да, верно. Потому что на Манхэттене в Нью-Йорке кварталы квадратные, и в Манхэттене там физический смысл имеет именно такое расстояние. Какая интересует его сюда конечность в Манхэттене, примерно так. И здесь вот есть сетка с востока до запада идут улицы, стритс, с сетки на юг, на юг, на виню, проспекты. И если я хочу набраться из этой точки вот в эту точку, то мне совершенно бесполезно знать, что расстояние между ними равно 5. Потому что если бы я был птица, то я бы его преодолел таким образом. Я не птица, поэтому для меня на практике оказывается важно вот это расстояние. Сюда 3, и сюда еще 4. То есть я для этой точки квадрата не могу за 5. А за 7 могу. И это вот Манхэттенское расстояние. Которое, из которого мы достигаем, если нам позволительно ходить только вдоль оси. Ну, вы понимаете, пространство можно больше мерно, тогда нам все это легко обобщается. Ну, и есть ли точка в вот этой вот кардианной плоскости, до которой Евглида в расстоянии до точки А больше, чем Манхэттенское? Бывает такая точка, чтобы Евглида в расстоянии до А было больше, чем Манхэттенское? Мы понимаем, что мы можем нарисовать такой прямоугольный треугольник здесь, чтобы у него гектенуза получилась больше, чем сумма кассет. Но, опять-таки, это просто ничто иное, как нерависть треугольника. Так что Евглида в расстоянии, кажется, меньше Манхэттенское. Эти идеи можно обобщить под названием расстояния Манхэттенское.